МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И вам добрый вечер. Небольшой короткий у нас эфир, поэтому... Знаете, можно про ИСЧТО сначала, про ваш ключевой вопрос? Я когда его услышал в эфире, когда вы анонсировали тему, я сразу вспомнил, знаете, в начале 20 века был такой у нас драматург Николай Эрдман. 12 минут эфир. А, Николай Эрдман, и он написал такую пьесу, в которой главный герой говорит, как произносит, вот уж радио изобрели, а счастья все нет. И я иногда в такие все залоги, вот уж ЭКФ проявляю, а счастья все нет. И все переживают по этому поводу. Но, тем не менее, говорят, что был реализован проект Енисейская Сибирь. Не реализован, он был представлен как проект именно на Красноярском экономическом форуме, как набор экономических проектов, которые должны дать где-то новые толчки для развития экономики Красноярского края, Хакасии и Тувы, улучшить инфраструктурную связность этих трех регионов, а тем самым повысить конкурентоспособность вот этого единого большого макрорегиона. То есть мы опять как бы с ними объединяемся, нельзя так говорить? Да, вот я бы не говорил, что мы объединяемся, потому что они остаются самостоятельными субъектами. А вот экономические проекты, они взаимосвязаны и помогают развиваться. Например, вот из того, что мы обсуждали. Вот сейчас все обсуждают санкции американцы, там, что будет с русалом и так далее. Нам очевидно, что, допустим, меня состояние Дерипаски в принципе не волнует. Это как бы там их дело олигархическое, пусть они там за это переживают. Меня волнует, чтобы сохранялось и развивалось алюминиевое производство в целом, потому что это рабочие места, это вообще судьба десятков тысяч людей. Так вот, один из проектов, который был представлен на экономическом форуме в составе вот этой Анисейской Сибири, это так называемая технологическая долина. То есть производство, которое позволит уже из вот этих чушек алюминиевых, которые сегодня производят КРАС и их вывозят на продажу, производить уже то, что можно продавать, в том числе и внутри страны. Ну, например, кстати, вот я знаю, чуть позже Андрей будет вам рассказывать про городские проекты, но впервые, например, в этом году в Красноярске планируют построить два пешеходных перехода уже из алюминия. Это качественно, это долговечно, это такой новый технологический прорыв. Вот развитие такого подобного рода производств, чтобы из сырья уже производить готовый продукт, это, например, один из проектов Анисейской Сибири. Другой проект, который нам кажется очень важным, это развитие дальнейшего нашего авиаузла, где сегодня мы видим существенно изменился комфорт для пассажиров, но нам очень важно развивать его как грузовой хаб. И поэтому особое значение имеет и железная ветка, и железнодорожная ветка туда, и создание там сухого порта, и особая зона с таможенными условиями для того, чтобы конкурировать с не только там внутрироссийскими аэропортами, но и с подобными грузовыми хабами в соседних государствах, в частности Китая и Монголии. Если, кстати, например, говорить о Шарыпово, да, где, Шарыповском районе, точнее, где предполагается создание целого агропарка Сибирь, ну, представляете, 45 тысяч тонн свежих овощей предполагается производить, не чтобы китайцы в теплице где-то нам выращивали непонятно каких химикатов, а современное технологическое производство, причем завязанное с мощностями Березовской ГРЭС. То есть это все имеет экономические основания. Это все накопили было решено. И вот эти все крупнейшие проекты, они фактически были предъявлены, и в этом смысле еще раз, Сенесейская Сибирь это не способ управления территориями, это набор связанных проектов от Норильска до Кызыла, которые увеличивают нашу связность, улучшают инфраструктуру, но самое главное, дают новые ростки в экономике, а следовательно, это новые рабочие места, дополнительные налоги в бюджет. Это, собственно говоря, и есть то развитие, ради которого мы все стараемся работать. В общем, все время теперь мы будем слышать и Несейская Сибирь, и Несейская Сибирь, правильно? Но это разве плохо? Ну, судя по тому, что вы говорите, и нет, и хорошо, про город я хочу спросить. Я извиняюсь, последняя ремарка. Да, да, да. Смотрите, мы же с вами говорим по Волжье, Приморье, но почему бы и нам не начать себя прописывать в Сибири, как такая важная срединная часть большого континента Сибирь, Енисейская Сибирь. А потом начнем дальше, объединять, объединять. Так, это вы говорили не я, это вот уже женщинам всегда такая свойственная экспансия. Да, спишем на женщину. Хорошо, про город. Скажите, пожалуйста. Я вообще вижу, что самый главный выгодоприобретатель в этом смысле после КЭФа – это город. Все коммуникации, они, безусловно, будут идти через столицу. И здесь, конечно, какие-то проекты можно отдельно называть, но, безусловно, для города был подписан целый ряд важных проектов, таких, как аквапарк, таких, как благоустройство значимых для города объектов, центральный парк, еще благоустройство определенного рода. И в этом смысле мы будем благоустраивать свою инфраструктуру. С помощью глобальных проектов, которые перечислил Алексей Михайлович, мы будем также получать в городе рабочие места, налоги. Если получится реализовать транспортно-пересадочный хаб, это тоже для города рабочие места и налоги. И здесь в этом смысле город больше всех получит выгоду. Ну, в принципе, мы же про все эти проекты как-то слышали в разной степени. Спрашивается, почему именно на КЭФ их подписывать? Почему там потихонечку не подписать? Собрались, подписали. Вот аквапарк будет и так далее. А зачем это все к КЭФу притягивается? Это как-то удобно или что? Вот посмотрите. Да, очень часто путают. Вот на КЭФе подписали. На самом деле это символически. То есть вот часть там проектов совершенно точно подписывается символически. Их, конечно, можно было и до, и после подписать. Но вообще-то на КЭФе обсуждаются условия, как их реализовывать. Обсуждается взаимодействие. Потому что целый ряд там действительно сложных инфраструктурных объектов, которые выполнить, например, без участия федеральной власти, федеральных чиновников, нам самостоятельно будет достаточно сложно. Но есть еще один очень важный элемент, понимаешь, когда всем инвесторам гарантировано внимание. Вот КЭФ это точно то место, где есть все первые лица края, города. Приехали федеральные министры и так далее. И инвестор понимает, что это не какой-то один пример. Это серьезная поддержка, внимание. И его проект вписан в целом в концепцию развития региона. Хотя это же тоже на самом деле важно видеть, что не ты тут один что-то местечково себе делаешь, а что вот уже банда собралась, уже вот и этот что-то делает, и тот что-то делает, и я тут делаю. Это, знаете, там открою такой небольшой, может быть, секрет, но мы вот обсуждали с одним из инвесторов, который на КЭФ подписывал большое соглашение, на его спонсорское участие в одном из культурных проектов будущего универсиада, в частности, привоз картины Сурикова в Красноярск-Зурского музея. И он говорит, не, ребята, если у вас все так мощно, так круто, как я сейчас вижу, давайте еще что-нибудь подумаем. Это, конечно, с удовольствием мы подумаем, чем еще нагрузить. Но дело в другом. Люди заряжаются энергией места. Люди понимают, что здесь живут небезразличные люди, которые думают о будущем, о развитии. Им это важно. Это, знаете, вот как сейчас слышат, фактически ведь проект «Инисельская Сибирь» в масштабе всем. Это примерно то, как первый КЭФ, где мы обсуждали тогда оказавшиеся всем сказки. Развитие Ванкора, создание Сибирского федерального университета. Да, Нижнеприя, Ангария и так далее. То есть это же все стало реальностью. Вопрос, конечно, чтобы была воля продолжать, энергия продолжать, чтобы у инвесторов, конечно, были средства, чтобы регион тоже демонстрировал готовность поддерживать их. Но вот мы, например, сейчас очень активно работаем в собрании, вот с председателем сегодня обсуждали, с Фиридовым, что региональное законодательство о региональных инвестпроектах нам необходимо совершенствовать и так далее. То есть есть серьезные такие намерения, что нужно делать дальше. Каждому свою ношу нанести. И вот еще, прошу прощения, вот вы говорите, а почему это делать обязательно на КЭФ? Ну, вообще-то проект будет занесен в результаты КЭФ. К нему будут неоднократно возвращаться, его будут обсуждать. Через какой-то период времени будет все это пересмотрено, что выполнено, что не выполнено. Это действительно очень важно. Слушайте, а вот ложку дегтя хотела внести. Очень много пишут сейчас в СМИ. Или бочку. Давайте на ложке. Определитесь масштабами бедствия. Вы всегда сбиваете. Скажите, Макдональдс. Говорят, что снижает очень статусность. Я читала много, пишут. Зачем вот этот Макдональдс? Там вот Енистерийская Сибирь. Соглашение с Макдональдсом? Что вы скажете? У меня, я честно скажу, у меня нет никаких иллюзий насчет Макдональдса. По качеству питания. Если Макдональдс к нам придет, это нормально. Не придет, я думаю, что у нас есть совершенно чем. Как так? Вроде подписали, что оглашение не придет. Нет, я в целом. Я просто там от этого... У меня нет какой-то эйфории. Статусность города от этого совершенно точно не изменится. Но, наверное, это международный проект. И, наверное, неплохо было бы, чтобы он в городе появился. Здесь в этом все есть вопрос, что речь для города не в забегаловке под названием Макдональдс. Речь в сотрудничестве с крупной транснациональной корпорацией. Стоимость которой, прямо скажем, в миллион раз превышает стоимость тех товарищей, которые лежат на диване, пишут критические заметки в Фейсбуке по поводу того, хорошо это или плохо. Знаете, за две минуты до окончания эфира я вот хочу спросить, когда увидим мы первые результаты? Ну, такой вопрос всегда задается, да. Ну, прямо вот хотелось бы видеть первые результаты. Что результаты? Если вы, например, имеете в виду благоустройство, вы их увидите уже в этом году. Потому что то, что на КЭФе предъявлялось как предполагаемый стандарт благоустройства мира, вот эти три вида брусчатки, специально разработанная, кстати, красноярскими умельцами, дизайн уличной мебели для мира и так далее. Но я надеюсь, что на большей части мира мы это уже увидим этой осенью, например. Если речь идет о более крупных проектах, то у них есть свои сроки, есть свои графики. И, кстати, впервые вот на экономическом форуме была представлена прям такая большая презентация всех крупных проектов. Фактически это перспектива развития как минимум до 2030 года. Это, знаете, как с универсиадой. Универсиада, надо сказать, что тоже идея универсиада зародилась тоже на одном из предыдущих КЭФ. Но универсиада уже будет через год, а эффект от универсиады, от этого наследия, которое останется, он будет нас преследовать, в хорошем смысле этого слова, еще достаточно долго. И город, посмотрите, получил, какие мощные взрывные проекты. Слушайте, вот как-то, может быть, это офф-топ, я не знаю. Сегодня про Хлопонина тоже говорили. Он же был на форуме? Нет. Не было его? Не был. Не было? У меня ложная информация. Только хотел спросить, как оценивает. Нет, Александра Геннадьевича не было, к сожалению. Ну вот, действительно, офф-топ. Ну что ж, говорили мы сегодня о КЭФе, вот так вот закончили. Был другой вице-премьер, знаете, его зовут Дворкович. Про Дворкович я знаю, я хотела про Хлопонина спросить, но вот как-то, я помню... Я думаю, сегодня, когда был опубликован размер состояния и дохода Александра Геннадьевича за прошлый год, многие женщины захотели увидеть и почувствовать, как он, что он, где он, как. Хорошо все у него. Я совершенно не об этом. Хорошо, внучку воспитывает, внучку воспитывает. Она его очень радует. Все у него хорошо. Ну, слава Богу. Ну что ж, на этом уже совершенно завершаем эфир. Спасибо большое, что даже вот в таких вот темах как-то вот мы... И вам всего самого доброго. Человеческого вносим. Приходите еще, до свидания. Спасибо.